Уже тогда он работал в лаборатории информационных технологий, но занимался в основном теоретическими исследованиями. И мне кажется, что в глубине души он считал, что все эти компьютерные штучки – это глупости, а заниматься нужно исключительно теорией. Потом он занимался одним, другим, третьим, потом стал ученым-секретарем лаборатории, потом возглавил машинный парк, который не знаю как во всем мире, в Европе, но в России, пожалуй, один из самых крупных. Может быть, два-три таких есть в России. Это суперкомпьютер «Говорон», который обеспечивает TR0 или TR1. Дмитрий Владимирович, ты это расскажешь, да? Это, в общем, супер-пуперкомпьютер и следить за ним, чтобы он работал и за технологией обслуживания, за технологией профилактики, технологией допуска и недопуска. Там тройная защита. И вот всем этим, всей этой сложной машинерией командует Дмитрий Владимирович Подгайный, который через пару минут начнет свой доклад о том, как он работает, этот самый суперкомпьютер. Леонид Антонович, спасибо за представление такое вот грандиозное. Я помню тебя еще до защиты. Ну да. Раньше я действительно занимался теоретической физикой, ядерной физикой, ядерной, астрофизикой. Немножко считал. Я не считал, что это уж совсем бессмысленно и бесполезно. Но я преувеличил слегка. Тем не менее, компьютеры были не главные в моей деятельности. Можно начинать. Потихонечку будут подсоединяться. Я отключаюсь. Хорошо. Спасибо еще раз, Леонид Антонович. Значит, тема моего доклада сегодня это попытаться рассказать то, что мы делаем на суперкомпьютере. То есть, не сколько те исследования, которые мы проводим, сколько то, как мы обеспечиваем работу пользователей не в плане регистрации, поддержки безопасности. Это, на самом деле, отдельная очень большая тема, особенно в связи с последними событиями. То есть, у нас, мы испытали жуткое количество хакерских атак, причем это уже даже не боты, а вот именно люди пытались нас взломать. Ну, мы, к счастью, пережили, да, это отдельная история. Нет, я буду говорить именно о IT-решениях, которые упрощают жизнь, соответственно, нашим пользователям, делают их работу проще, и, самое главное, эффективнее. Но, прежде чем я перейду к нашей системе, я сначала пару слов все-таки скажу. Пару слов скажу. Наша лаборатория, вот она в прошлом году получила имя Михаила Георгиевича Мещерякова, одного из отцов-основателей не только нашей лаборатории, но и вообще нашего института, который, в общем-то, еще до образования его я и возглавлял здесь ряд важных направлений в области физики высоких энергий того времени, да, построил синхрофазотрон, который на тот момент был самой мощной машиной в мире. По энергиям, да, был им сделан ряд там потрясающих открытий, ну и в том числе он, естественно, во второй половине сороковых годов, он не мог, конечно же, не принимать участие в советском атомном проекте, и вообще здесь было очень много наших вот великих ученых, связанных с этой тематикой. Вот, но он не стал как бы первым директором нашего института, но тем не менее он сделал очень многое и для нашего института, для нашей лаборатории в частности, и для, вообще говоря, нашего города Дубна. Вот, значит, что такое вот наша лаборатория сегодня, да, раньше она называлась лабораторией вычислительной техники и автоматизацией, и я еще вот начинал работу именно в эту, в этой лаборатории, да, и сейчас она называется лаборатория информационных технологий, но вот здесь вот представлена вот такая вот диаграммка, да, та, которая показывает направления, связанные вот именно с деятельностью нашего института, и как мы, значит, обеспечиваем деятельность и работу всей нашей огромной организации. Вот, и одна из основных, наша базовая установка, она называется мультифункциональный информационный и вычислительный комплекс. Вот здесь вот представлены четыре основные компоненты. Вот первые две, это как раз Грид-технологии, да, вот то, что там Леонид Анатольевич говорил, на самом деле у нас как бы ТИР-ной нет, у нас есть ТИР-1 центр для эксперимента СМС, это вот как раз, вот если там видно мышку, да, на мониторе, вот здесь располагается. Вот, и ТИР-2, который обслуживает все остальные эксперименты на Большом Адронном Коллайдере, то есть, на самом деле, так как наш институт традиционно, в общем, связан с этой областью, да, с областью физики и высоких энергий, то у нас здесь, соответственно, поддерживается обработка вот этих экспериментов, ну, на самой большой мошенниной сегодняшний день, которая существует, это Большой Адронный Коллайдер. Вот, у нас в институте сейчас строится НИКА, да, наверное, вы слышали, вот, это самый мощный ускоритель, который был построен за все времена Советского Союза, да, вообще говоря, такой большой грандиозный проект, поэтому мы, естественно, будем создавать для него компьютинг, и наша вот система, значит, вот Гиберлит, да, это платформа Гиберлит, которая включает в себя и суперкомпьютер Говорун, она, естественно, также очень-очень активно задействована вот в реализации этого проекта компьютерного для НИКИ, и об этом я там дальше расскажу, потому что это требует привлечения специальных, именно специальных IT-технологий, которые, собственно говоря, до этого вот именно в области суперкомпьютеров, да, не привлекались. Вот, ну, естественно, чтобы такая сложная машина, как у нас работала, ей нужно и сетевое обеспечение, очень мощное, да, то есть мы соединены, например, там, с внешним миром, в основном это как раз-то с ЦЕРНом, он написан, да, это 300 гигабитсекунды у нас при независимых каналах, вот, ну, помимо, конечно, вот, связи там с ЦЕРНом, естественно, мы еще обеспечиваем и локальную сеть, которая объединяет все наши вычислительные системы уже внутри института, да, то есть основное ядро, конечно, всех вычислительных систем находится в ЛИТе, да, но каждый лабораторий имеет там свои локальные вычислительные ресурсы, и вот мы обеспечиваем сетевыми соединениями эти ресурсы, вообще говоря, поддерживаем сетевые сервисы, да, это, грубо говоря, самый простой выход в интернет, да, что каждый сотрудник института своего рабочего места имел там возможность посетить, соответственно, всемирную паутину, да, ну и, в общем-то, и более, там, сказать, полезные вещи непосредственно для их работы, вот. Ну и вот помимо сети, вторая базовая вещь, которая у нас в лаборатории существует, это инженерная инфраструктура, потому что наш комплекс, это весь миск, включая нашу систему, это довольно, довольно большой, да, то есть у нас мы потребляем порядка 400 мегаватт энергии, да, вот весь, соответственно, все вычислительные компоненты, которые у нас есть, естественно, их надо охлаждать, то есть вообще современные вычислительные машины, да, там, неважно, это это, которые относятся к грибе, технологии, к области, технологии, к суперкомпьютерам, они все суммарно потребляют очень много денег, да, их надо, соответственно, правильным образом еще и охлаждать. И у нас поддерживаются там три системы охлаждения, да, соответствующие энергообеспечения, которые позволяют даже в случае потери электропитания из внешнего мира не останавливать, во всяком случае, не останавливать резкую машину всех наших учительных систем. Вот здесь вот как раз вот это дизель-генераторы, там суммарная мощность 800 мегаватт, которые, ну, в случае чего, позволят нам не потерять вычислительные сервера, а серверохранение на самом деле. И пару раз за последнее время у нас случались неприятности, аварии в электросетях, когда весь город был, ну, обесточен, да, тем не менее, наша инфраструктура продолжала работать, в общем-то, так что, все это довольно такие серьезные вещи, вот. Ну, и, собственно говоря, вот, что касается поддержки именно научных исследований, вот здесь вот на этом слайде можно посмотреть, да, то есть мы обеспечиваем учительными ресурсами и ресурсами хранения 57 проектов, которые ведутся в нашем институте. Это касается и теоретической физики, и на самом деле физики экспериментальной, ну, наш институт, конечно, преимущественно институт экспериментальный, поэтому вот все-таки задача приема данных, обработка и хранение, она является у нас, вот, для нашей лаборатории контрольным, надо сказать. Вот, ну, теперь давайте вот немножко я перейду к самой теме суперкомпьютеров, да, ну, такой простой вопрос, казалось бы, а что же такое суперкомпьютер? То есть, вообще, на самом деле, какой-то ответ на него конкретный, да, ну, суперкомпьютер – это что-то большое, да, вот, это объем пространства, которое это занимает, да, объем энергии, который потребляется, объем учислительных ядер, которые задействуются, ну, и вообще говоря, стоимость. Ну, вот здесь вот, кстати, скромненько написано, суперкомпьютер – это компьютер, который стоит больше миллиона долларов. Вам скажу, что вообще по современным понятиям это уже порядка, ну, 20 миллионов долларов, как минимум. Вот, вообще, сейчас, как-то, принято считать, что, значит, называть суперкомпьютерами те системы, которые входят в топ-500 список самых мощных, учислительных ресурсов, вот дальше я это покажу. Вот эту вот картинку с горой, вот ее любит показывать Ваеводин, да, она действительно очень показательная, такая вот, иллюстративная, вот этот вот маленький печочек, да, это и есть область именно суперкомпьютера, да, вот все остальное – это сервера общего назначения, персональные компьютеры, даже вот, там, планшеты, смартфоны, а вот именно суперкомпьютер – это вот такой вот, получается, высокогорный такой, да, вот, элитарный мир. То есть, вообще, вот еще есть такая аналогия, что суперкомпьютеры – это, как бы, вот, область гонок, да, вот, в автомобилестроении, да, то есть, у нас есть огромное производство автомобилей, но, вот, фирма-производители всегда пытаются, вот, выставить на ту же Формулу-1, там, собственно, такое вот элитарное производство, да, и где, собственно говоря, производители соревнуются. Вот, вот, в мире IT, вот, в суперкомпьютерном мире происходит, на самом деле, то же самое. И вот для того, чтобы как-то, вот, сравниваться между собой, значит, уже давно был, введен топ-500, такой лист, он основывается на тесте линпакет, в общем говоря, линпакет библиотеки из линейной алгебры, да, они очень хорошо масштабируются, они очень, очень хорошо адаптируются под совершенно разные вычислительные архитектуры, поэтому, соответственно, его очень широко используют, да, вот здесь вот я вам покажу пример последней редакции, это ноябрь прошлого года, редакция выходит, соответственно, раз в два года, да, обновляется этот список, вот, если посмотрите, то на первом месте стоит японский суперкомпьютер с редкими процессорами Fujitsu, вот, я не думаю, что там, вот, в аудитории известно, да, что Япония имеет собственные процессора, их всего два типа, это Fujitsu иных, и вот на Fujitsu они вот любят строить суперкомпьютеры, на самом деле Fujitsu это процессор, который вы не сможете купить ни в одном магазине, они вообще не уводятся с территории Японии, тем не менее, вот, развитие процессоров в Японии имеет вот такой вот национальный статус, национальный приоритет, вот, и они вот периодически попадают на самые первые места, вот сейчас занимает, значит, первое место, значит, сам по себе вот этот процессор, это армийская архитектура, так называемая, то есть это не процессор общего назначения, как, например, интелский процессор, да, то есть это весьма специализированная учреждительная система, и на ней там, ну, потом я дальше немножко про это буду рассказывать, на самом деле не все задачи идут на таких, на процессоров таких типов, ну, например, для Гридовских задач, для физики высоких энергий, этот процессор не очень полезен, так скажем, да, но, тем не менее, вот, тестовый факт, на процессоров такого типа можно добиться, ну, очень высокой производительности, вот, а здесь вот в самой крайней колонке показывано, сколько, соответственно, киловатт, да, то есть почти 30 тысяч киловатт потребляет вот эта вот вычислительная машина, да, вот, ну, вот здесь вот на втором месте это саммит из американской системы из Окриджи, также свой специфический процессор от компании IBM, IBM Power 9, вот, но, вот дальше немножко покажу еще анализ этого списка, да, но, вот, скажу, что, например, Россия с прошлого года представлена в этом топе 500 аж шестью, вообще говоря, системами, причем пять из них, это, вообще говоря, коммерческие системы, да, три поставлены Яндексом, например, вынимает, соответственно, 19, это чистое и сороковое места, вот, два, соответственно, отберклауда, ну, и вот суперкомпьютер, который мы имеем, грубо говоря, для научных исследований, это Ломоносов-2 Московского государственного университета, вот, при этом, на самом деле, архитектура у этих суперкомпьютеров у всех, она гибридная, она содержит процессоры либо AMD, либо Intel и графические ускорители от Nvidia, ну, у них у всех, за исключением от Кристофария первого, да, у них графические карты вольта на 100, то есть, вообще говоря, эти системы заточены под задачи искусственного интеллекта, вот, ну, вот здесь вот небольшие вот графики, да, которые показывают рост количества систем, содержащих различные ускорители, ну, подавляющее большинство, конечно, то, что выделено зеленым светом, это Nvidia. Вообще, надо сказать, что популярность этих ускорителей, да, она связана с тем, что Nvidia очень широко поддерживает, да, вот именно программное обеспечение для этого типа вычислений, да, вот вычислений на GPU, потому что, например, их ближайший конкурент AMD, который также выпускает графические карты, ну, и графические ускорители, в принципе, с очень неплохими показателями, да, вот если посмотреть, но, тем не менее, работа с ними, она более сложная, и они не позволяют, скажем так, для научных, для научных расчетов выдавать максимум, то есть, для майнинга, да, для наработки биткоина, пожалуйста, но вот именно для научных исследований, вот здесь есть определенный пробел, а вот Nvidia, да, они практически с самого своего основания, когда стали выпускать эти графические чипы, написали свой собственный язык, называется CUDA, они активно его развивают, активно развивают приложения для своих карт, именно научные приложения, ну, и этим они как бы вот пока перешибают на рынке GPU от AMD. Вот, вот здесь вот тоже интересный график, да, он практически со времен, там, основания вот этого теста Олимпака и вот введения вот этого списка топ-500, да, ну, это было где-то там в 93-м году, первая редакция была опубликована, и вот здесь вот как бы три таких линии, да, они показывают вот средняя линия, это производительность первого места в списке, да, видите, тут такие вот ступенечки, то есть это означает, что у вас когда появляется топовая система, она живет на первом месте какое-то время. Надо сказать, что вообще вот эти вот топовые, да, суперкомпьютеры, которые входят там, ну, скажем, в первую десятку, стоимость уже не 20 миллионов долларов, а стоимость приближается, мы говорим, миллиард в доллар, и в основном это национальные проекты, то есть это не то, что какая-то отдельно взятая компания или там научная организация решила себе поставить такую машину, но, как правило, это делается за государственный, как бы, счет. Ну, и, соответственно, вот, когда я говорю про гонки, да, вот это и есть поддержка, поддержка вот именно таких гонок, да, то есть, потому что вот одной из причин, почему вообще строятся суперкомпьютеры, да, это то, что они позволяют существенно, грубо говоря, ускорить не просто научные исследования, в основном, на самом деле, подавляющее большинство суперкомпьютеров используются в промышленности, да, и в производстве, то есть они используются для выполнения прикладных, вообще говоря, вещей, прикладных расчетов. Вот, ну и здесь вот какие-то, вот, это номер 500, да, вот этот, самые нижние линии, это номер 500, и зеленый, это, соответственно, суммарная, суммарная производительность, по всему списку топ 500, мы уже давно вышли за пресловутый экзофон, вот, ну, если суммарно считать, да, пока еще ни одной машины, которая преодолела, преодолела этот барьер, пока нет, вот, ближайшее ожидается в Штатах, вообще они хотели ее поставить в этом или в следующем году, суперкомпьютер он называется Аврора, но пока непонятно, он вообще будет реализован или нет, вот, но, тем не менее, вот, смотрите, сейчас, на самом деле, вот, современный, как бы, смартфон, да, вот, чтобы было понятно, он находится, вот, приблизительно, вот, на этом уровне, да, один терафон, то есть, когда-то, значит, первые суперкомпьютеры топов 500, да, тоже имели вот эту производительность, причем это было, в общем, относительно недавно, да, ну, вот, то есть, вообще говоря, вот это показывает, насколько все-таки у нас быстро и бурно развивается, вообще говоря, вот именно хардварные технологии, да, потому что без развития нейтроэлектроники, естественно, невозможно было достичь вот таких вот результатов по производительности, и вот здесь вот на блинах показано, вот, на верхнем длине показательно, значит, количество суперкомпьютеров по разным, по разным странам, да, вот, мы пока, к сожалению, не попадаем вот в самый последний пункт Азор, да, вот, ну, наверное, может быть, что-то у нас изменится, вот, но сейчас на первом месте это именно, Китай, да, то есть, причем, вот, у меня, к сожалению, здесь нет такого графика, который показывал бы вот развитие вот таких систем по странам, да, Китай в реальности только в последние годы стал занимать первое место, раньше, значит, первое место занимали, вообще говоря, Соединенные Штаты, Соединенные Штаты Америки, да, но Китай вот за последние годы сделал просто прорыв, они построили очень много вычислительных систем, высокопроизводительных, ну, то есть, вот, бурное развитие, в том числе и экономические составляющие Китай, это все в этом плане взаимосвязано, ну, на самом деле, очень, значит, лист топ-500 на Линпаке его давно критикуют, говорят, что это совершенно неадекватно, ну, на самом деле, это правда, да, то есть, получая большую производительность на линейных каких-то операциях, когда вы начинаете решать материальную задачу, да, ну, вот эти цифры вообще, там, скорость, с которой считается ваша реальная задача, и вот с которой работает семейными библиотеками машина, да, они вообще между собой никак не соответствуют, вот, поэтому есть еще один список, называемый HPCG, вот здесь уже решается, на самом деле, не линейное уравнение Шелингера, да, вот, если в деталях говорить, ну, и в реальности там падение производительности по отношению к Линпаку, ну, там, ну, порядка сотни, да, то есть, надо нас только делить, да, у вас получится производительность суберкомпьютера по этой вот системе. Вот, ну, это, значит, такой старый был, да, значит, ну, перевозвращаясь, как бы, в нашу лабораторию и вот к нашей высокопроизводительной системе, да, вот, у нас, как бы, не сам суперкомпьютер, да, является компонентом, вот, МИК, а является платформой Гиберлит, а суперкомпьютер, он является основной вычислительной частью этой платформы, да, то есть, задача платформы не только производить вот вычисления, но также проводить и разработку программного обеспечения, проводить обучение, то есть, мы используем для, довольно широко используем для всевозможных курсов по параллельным, там, технологиям, технологиям параллельного программирования, по искусственному интеллекту, там, по машинам и глубоким обучениям, сейчас у нас, наверное, будет что-то и по квантовому учрению, вот, на самом деле, вот, началась вот эта история высокопроизводительного учреждения в Лите как раз в 14-м году, когда мы поставили первый кластер, вот тогда я уже не занимался теоретической физикой, да, я уже перешел к каким-то более практическим областям, вот, ну, конечно, кластер у нас имел довольно скромненькие размеры, но, тем не менее, когда он появился в институте, мы увидели очень большой интерес со стороны, вообще говоря, сотрудников и в немалой степени сотрудников лаборатории теоретической физики, то есть, вообще говоря, вот, именно на нашем первом кластере, там очень интенсивно считали теоретики, то есть, в этом смысле он был, как бы, вот, исключен пока вот из этого нашего мейнстримовского направления работы в области физики высоких энергий, вот, и теоретикам все это дело очень понравилось, и благодаря, значит, таким вот совместным усилиям в нашей лаборатории ЛТФ у нас появился суперкомпьютер, он был назван, соответственно, в честь Николая Николаевича Говоруна, который, вот, у нас его называют вообще первым айтишником в нашем институте, вот, значит, в первую очередь суперкомпьютер у нас появился в семнадцатом году, в девятнадцатом году, мы уже провели его апгрейд, перешли на процессор более высокопроизводимый, вот, надо сказать, что наша машина, она гетерогенная, то есть, вообще, вот, как я показывал, Янах, да, это гибридная машина, она содержит ЦПУ и ГПУ, и гибридная, вообще говоря, называется вычислительная система, у которых два типа вычислителей, вот, на нашей машине таких вычислителей три типа, поэтому она уже гетероген, то есть, она содержит и ГПУ-часть, и вообще, говоря, ЦПУ-часть, ну, здесь вот показаны, соответственно, параметры ее производительности, и для нас очень важной является вот эта вот последняя строчка, это развернута у нас система обработки и хранения данных под управлением файловой системы люстру, более подробно и дальше буду говорить, почему это вообще говоря важно, но среди российских систем это самая быстрая пока система, и в двадцатом году, значит, она была удостоена довольно престижной отечественной награды, называемой DC Awards, это, значит, награда присуждается уже дата-центром, вот эту вот туетку она вот здесь вот представлена, на самом деле получили ее как бы не мы, ее получила компания ИРСКА, с которой мы, собственно говоря, совместно оставили наши суперкомпьютеры, про ИРСКА я тоже немножко дальше еще расскажу, потому что для нас сотрудничество с этой компании действительно очень важно, вот, ну теперь немножко более подробно, да, то есть в реальности у нас машина как бы состоит из двух подкластеров, вот я имею ввиду сам суперкомпьютер, говорю, значит, один кластер, это GPU-кластер, в настоящий момент это пять серверов от NVIDIA до GX1, ну и в каждом находятся восемь графических вскорителей NVIDIA Tesla V100, к сожалению, мы так и не смогли расширить эту компоненту на на, соответственно, вольты, да, все хотели-хотели, но как-то так вот опоздали, вот, тем не менее, она достаточно производительна, все еще, и на ней мы проводим довольно-таки много, точнее, наши пользователи ее используют как для расчетов вот на, с использованием CUDA, разработанной NVIDIA, так и вообще говоря, для вот того, что у нас сейчас активно развивается, это алгоритмы глубокого обучения, вот про эти проекты я тоже немножко дальше скажу, вот, про, в том числе и про, квантовые расчеты, да, но здесь вот снизу это пакеты прикладных программ, которые у нас развернуты, которые мы, соответственно, поддерживаем, которые, в общем-то, активно наши пользователи используются, ну, в основном они, кстати, связаны с расчетами в области молекулярной динамики, вот, ну, вот здесь более подробно разрисована, так сказать, наша ЦПУ-часть, вот, и оставшиеся два этих вычислителей, они как раз в ЦПУ-части, это процессоры Intel Xeon Phi и процессоры Intel Xeon Skylab 2-го поколения, ну, или, как коммерческое название, это Cascade Lake. Вот, при этом, соответственно, ЦПУ-часть у нас является гиперконвергентной, это означает, что вычислительные узлы могут использоваться не только как непосредственно вычислительные устройства, но и как элементы системы хранения, про это я тоже буду рассказывать. Вот, немножко скажу про систему охлаждения именно ЦПУ-часть, вот, тоже очень важно, это целиком и полностью водяное охлаждение, да, то есть сервера, сервера охлаждаются за счет циркуляции воды непосредственно, то есть теплоотведения за счет воды, и у нас действительно довольно-таки рекордные, ну, рекордные, не в плане большого, а рекордные в плане малого потребления для такой системы, да, вот, коэффициент ПУЭ, то есть отношение суммарного потребления электроэнергии этой частью к энергии полезной, да, то есть уходящей именно на вычислительную работу старается всего-то 1,06, на воздухе такой коэффициент где-то полтора, вот, то есть вы тратите, как минимум, еще 50% на отведение тепла, да, то есть это энергия, которая, ну, просто у вас греет воздух, да, она не используется непосредственно в охлаждении, да, ну, то есть конкретно вот про нашу машину, да, вот, технологии, которые у нас используются, ну, это вот такой вот условный расчет для отсюда, который потребляет мегаватт, да, то есть мы позволяем при помощи вот этой системы жидкостного охлаждения экономить порядка 300 киловатт электроэнергии, ну, и, соответственно, оплата за электричество, она тоже становится, ну, немножко меньше, да, то есть на треть практически, вот, ну, я называл цифру, да, сколько мы потребляем электроэнергии, вообще весь наш миф, да, то есть для нас оплата электрических счетов, это одна из основных, так сказать, статей бюджета, вообще говоря, расходов, расходов, да, вот, у нас в России также существует такой список, значит, топ-50, вот, мы, значит, в него входим, причем, как я и говорил, так как у нас суперкомпьютер у нас представляет, значит, систему двух кластеров, да, но сильно связанных, то есть у нас ГПУ-выц-получастия сильно связаны между собой при помощи, там, высокоскоростной и эскалатентной сети УниПАС, вот, то есть мы, как бы, можем говорить о единой системе, да, тем не менее, так как она состоит из двух частей, то мы вошли, соответственно, двумя частями, сейчас мы занимаем, может быть, полу-часть 17-е место, ну, или полу-часть 27-е, ну, то есть если, как я сказал, вот, такой ответ на вопрос, что же такое суперкомпьютер, да, И если мы не входим, там, в топ-500, то в топ-50 мы входим, так что по российским меркам мы вполне себе являемся, вообще говоря, суперкомпьютер, вот, и вот теперь я уже перехожу непосредственно к тем IT-технологиям, которые у нас развиваются, которые мы, собственно говоря, стали создавать для нашей, для нашего суперкомпьютера, внедрять, и мы, естественно, не только поддерживаем их активно развивать. Значит, да, с одной стороны, конечно, вычислительная мощность у нас не очень большая, тем не менее, значит, для того, чтобы повысить эффективность вычислительных ресурсов и, вообще говоря, повысить эффективность работы с данными, да, мы внедрили у нас, мы назвали это оркестрацией, да, оркестрация, она, вообще говоря, не свойственна, как бы, именно суперкомпьютерному миру, это, скорее, из области облачных вычислений, потому что она подразумевает определенную гартализацию вычислительных ресурсов, вот, так что мы были, ну, уж в нашей стране, это точно первая система, где вот эта технология была внедрена, ну, скорее всего, мы, если не первыми, то уж точно одни из первых в мире, да, значит, я уже говорил, что у нас вычислительные узлы являются гиперконвергентными, да, они содержат помимо вычислительных ядер также еще элементы хранения в виде твердотельных дисков SSD, вот, и благодаря этому мы можем программно дезинтегрировать вычислительные узлы, да, на, как мы их называем, вычислительные поля и на поля хранения данных, а далее уже под задачу пользователя конкретную мы можем, наоборот, собрать вот из этих дезинтегрированных вещей такую вот вычислительную систему и систему хранения данных конкретно для, вот, конкретной задачи пользователя, вот, это, этот механизм, он позволяет, с одной стороны, повысить вот именно эффективность решения задачи пользователя, да, то есть увеличить скорость вычислений, потому что когда вы работаете именно с большими массивными данными, вам необходимо очень много информации передавать, вообще говоря, по сети, вот, и здесь вы как бы вот этот этап пропускаете, да, у вас появляется такая вот локализованная полностью замкнутая система, в которой пользователь уже не чувствует нагрузки, которая идет на всю остальную машину, да, то есть конкретно задача пользователя, соответственно, ну, как следствие, начинает читать быстрее просто. При этом задачи пользователей разных, они не конкурируют между собой за ресурсы, вот, на самом деле, это одна из проблем, которая встречается на суперкомпьютерах, да, там используются разные ущерения, чтобы у вас, грубо говоря, две задачи не обрушивали друг друга, вот, обычно там используется жесткое охватирование, там, соответственно, очереди и прочее, вот, мы используем здесь вот оркестрацию, да, вот здесь вот как бы схематично показано, как она работает, да, то есть при помощи специально написанного совместно с РСК стека, значит, программного обеспечения мы сначала дезинтегрируем систему, да, создаем такой виртуальный образ, а дальше уже в этом виртуальном образе заново собираем систему, при этом мы можем, значит, подбирать необходимое количество ЦПУ, да, если там надо, если необходимы ГПУ, ускорители для решения задачи, мы можем собирать, соответственно, систему хранению привязаны именно вот, именно вот к этим вычислителям, да, то есть вот эти вычислители будут работать, грубо говоря, только с этой системой, да, и задачи других пользователей не могут зайти вот в такую систему, да, и не могут помешать, вообще говоря, такой работе. При этом, опять-таки, надо сказать, что для эффективной работы с данными нету каких-то там универсальных технологий, да, включая даже такие вещи, как конкретно взятые файловые системы, да, для каких-то задач требуются параллельные файловые системы, например, даже люстра или ластер, да, как его другом называют, для каких-то задач требуются последовательные файловые системы, то есть вот когда мы создаем такую вот среду для задачи пользователя, да, вот эти вот потребности пользователей, они, грубо говоря, учитываются. Вот, мы сейчас как раз занимаемся автоматизацией вот этой системы, потому что пока на текущий момент непосредственно такую вот подсистему собирают системные администраторы, да, то есть мы хотим ее автоматизировать, чтобы когда пользователь просто посылал задачу, например, в нашу бач-систему с LURM, да, чтобы вот эта вот система, она сама собирала для него вот такой вот, ну, уже, грубо говоря, подсистемку. Как раз над этим мы сейчас работаем. Вот, ну вот теперь возвращаясь уже опять к риске высоких энергий, которые, естественно, затрагивают и нашу платформу, и наш суперкомпьютер, потому что все-таки основная для нас, вообще для нашего института, это вот область как раз обработки и хранения данных для HEP. Вот, значит, при этом надо сказать, что HEP, физика высоких энергий, она имеет как бы теоретическую модельную часть, это вот когда вы проводите фундаментальные расчеты, потом уже, соответственно, постепенно доходите до, ну, если так грубо, до показаний детектора, да, которые будут уже приниматься, то есть вот эта вот часть сверху, это модельная часть, да, а снизу это уже наоборот, то есть вы получили данные из детектора и как бы идете назад, идете назад вплоть до уже сравнения того, что видится на детекторе и, соответственно, с предсказаниями, теоретическими модельными. При этом вот на каждом этом этапе генерируется свой массив данных, и он очень большой. Вы не можете, например, его использовать, ну, как сказать, в каком-то таком однородном виде, да, вот иметь какую-то одну кучу, да, вот этих данных. Ее надо, на самом деле, вот растащить по разным слоям и уровням, потому что у вас обращение к этим данным, скорость работы с этими данными, это совершенно разные, вообще говоря, вещи. Вот здесь то, что мы сейчас организовали, например, в рамках Говоруна, и то, что, я думаю, потом будет масштабироваться, уже использоваться непосредственно для компьютинга Дионики, да, вот такой вот вид. Вот сейчас появилась новая технология, она называется DAOS. Это не просто файловая система, это именно технология, она позволяет вам уже работать не с файлами, а, по сути, с базовыми данными, да, то есть, например, как ключ-значение, кивай, за счет этого, за счет того, что у вас система не обрабатывает файлы, да, то есть, там идет определенное время сфитований, хедеров, там, и прочее, прочее, у вас эта система работает, на самом деле, гораздо быстрее. Поэтому вот мы ее используем сейчас как горячую, ну, можно сказать, ультро-горячую технологию для обработки данных. То есть, при этом у вас насчитывается под управлением, значит, рута, складывается в DAOS, а дальше у вас, в зависимости от того, что вам надо с этими данными делать, они либо опускаются вниз, да, там, в холодную область, либо, например, если вам надо привести какие-то сравнение с данными, у вас, наоборот, идет поднятие с холодных слоев. Вот самый холодный, это, грубо говоря, ленточное хранение. То есть, вот все данные, которые сейчас моделируются для ники, да, генерируются все события, значит, которые, возможно, ускорители, они в конечном итоге опускаются на ленту и будут ждать, грубо говоря, своего часа, когда уже начнется реальный эксперимент и уже в финале они будут сравниваться с данными, получаемыми самого эксперимента. Ну, вот тут немножко пару слов про этот самый DAOS. Вот, вообще, он был в свое время создан компанией Intel, и создан он был как раз для, в первую очередь, для искусственного интеллекта и для, вообще говоря, работы, в первую очередь, с нейронными сетями, да, то есть нейронные сети должны были обучаться, грубо говоря, на датасетах, лежащих в этом самом объектно-ориентированном хранилище. Вот, ну, надо сказать, что вот тот DAOS, который развернут у нас, во-первых, требует еще определенного хардварного обеспечения, то есть просто так на персональном компьютере вы, например, ну, скажем так, можете сделать виртуальную машину, развернуть его, да, но никаких преимуществ от его использования, ну, при этом не получится, да, то есть для того, чтобы вам работать с этой системой DAOS эффективно, используются специальные элементы хранения, они называются Intel Optane Persisted Memory, это очень быстрые созданные диски, они работают почти с той же скоростью, что и обычная память DDR, вот. И вот полигон, который развернут у нас, он сейчас, на 8-м серверах, он сейчас занимает, вообще говоря, первое место в таком специальном списке, он называется индустриальный список по Input Output, да, IO500 он называется, да, это не список уже по производительности, список, скорее, по производительности вот работы с данными. Ну, и, собственно говоря, вот каких мы ожидаем преимуществ вот использования вот именно данных, это использовать, собственно говоря, DAOS для той же ники, это, соответственно, по пунктам это выделено, это работать, как можно сказать, с объектами, которые не помещаются в обычную оперативную память, да, но DAOS, он позволяет с ними работать так, как будто вы работаете с оперативной памятью, да, то есть вот за счет вот этой высокой скорости, то есть тут можно работать с большими объектами из рута, то есть не по следователю загружать, угружать память, а вот брать его целиком, вот при этом там могут быть терабайтные масштабы, это, естественно, позволяет очень быстро их обрабатывать, гораздо быстрее, чем при такой вот последовательном чтении из оперативной памяти, то есть в подъем, грубо говоря, жесткий диск с SSD в оперативную память, там обработка и опять, как бы, опускание вниз, здесь вы можете работать с этим объектом в едином уморке. И, в принципе, в принципе, конечно, технически можно построить машину, в которой эта оперативная память будет очень много, да, те терабайты, но в реальности это очень дорого, да, то есть вот использование как раз металлоптейнов, да, вот с этой технологией позволяет здесь еще и, скажем так, ну, экономить, вообще-то говоря, денежные средства. Ну, вообще вот надо сказать, что вот работа с большими данными, в том числе и для Ниги, в первую очередь, она вот привела нас на Говоруне вот к такой вот, как бы такой вот картинке, да, вот это некий такой вот, ну, грубо говоря, наш ответственный на проблему больших данных, да, вот мопирование канонических 3В, да, в 3H, это гетероген, эти иерархичность и гиперконвергенция. То есть мы стараемся, используя наши возможности на Говоруне, ну, соответственно, работать вот с этими большими данными эффективно. Вот, но вообще вот, конечно, вот я показывал миф наш, да, сейчас уже где-то приблизительно полтора года, как, начиная вот работу с Говоруна, с нашего суперкомпьютера, да, мы создали такую вот гетерогенную распределительную вычислительную среду, вот именно грид-среду, которая позволила нам объединить разные вычислительные компоненты и компоненты нашей лаборатории, то есть весь миф, компоненты, которые есть на той территории, где непосредственно строится индика, ну, и в том числе, там, мы даже, ну, в неком тестовом режиме использовали так называемые мексиканские кластеры. Почему в тестовом? Потому что, конечно, все это объединение требует, вообще-то говоря, хорошей сети, да, потому что если у вас сеть плохая, то у вас передача данных идет крайне медленно, ну, и, в общем-то, никакой работы у вас при этом не происходит. Поэтому, ну, в силу того, что с Мексикой скорость обмена данными очень-очень большая, то, в смысле, наоборот, очень-очень маленькая, то мы просто проверили, что да, она работает, ну, и на этом, собственно говоря, как бы успокоились. Но вообще вот за прошлый год, например, у нас на Говоруне, ну, как видите, там 38% всех задач, которые считались для Ники были выполнены у нас, но это задача уже генерации и реконструкции данных, вот, ну, если в цифрах, то это, ну, собственно говоря, миллиард событий было у нас сгенерировано, и вот там 242 миллиона с использованием наших ресурсов реконструировано, причем именно с использованием вот этой вот хирургической системы данных. Вот еще один пример того, как мы работаем на Нику, это эксперимент Биоматен, это работающий эксперимент, там, конечно, данных поменьше, чем, как вот ожидается на эксперименте импиде, тем не менее, данные здесь уже есть, они реальны, и обработка этих данных была проведена именно на Говоруне, потому что, как выяснилось, ни на чем другом ее сделать было невозможно. То есть это тоже такой вот предмет нашей гордости, нашей системы. Вот здесь как раз очень хорошо сработала так фогия регистрации, по которой я говорил. Здесь была задействована файловая система Luster, вот, и данные сеанса с 16-го и 17-го года были отпроцессены именно у нас на Говоруне, вот, и по результатам обработки этой данной была опубликована, соответственно, статья МНИЧ. Вот, ну и вот уже, как бы, переходя скорее к задачам, которые у нас решаются интенсивно, конечно, тут нельзя сбор теоретиков. Как я уже говорил, наш вот, в первую очередь, это был такой совместный проект с ЛТФ. По теоретике у нас очень много считают, они из основных таких вот потребителей наших ресурсов, причем они считают на всех учислителях, которые у нас есть, и ЦПУ, и ГПУ, да, и, соответственно, и Xeon, и FI. Вот, считают, публикуют многие результаты, которые они получают. Вот, и представляется, их публикации впервые были получены именно у нас. Вот, ну и, естественно, такие темы, как применение нейронных сетей для распознавания треков тоже у нас на машине активно развивается. Вот, и тут пример вот такой вот анализа треков. Вот, ну, надо сказать, что, вообще говоря, этот подход, он лучше подходит для эксперимента биоматрен, да, если так говорить, скорее, но, потому что, ну, биоматрен не такой даты, не дает так много данных, да, то есть там треки действительно можно как-то растащить, и, конечно, все здесь гораздо сложнее, там уже вот эта работа у нас ведется не первый год, много архитектур нейронных сетей было, как бы, попробовано для распознавания треков, ну, пока, пока каких-то вот, ну, прям, скажем, надежд, что вот именно вот эта метода даст что-то такое, ну, вот, полезное, ну, пока не получено таких результатов. Вот, не знаю, к сожалению или к счастью, но вот пока вот так вот. То есть реконструкция данных, которые, модельных данных, и ПД, она пока идет таким, таким экономическим, статистическим методом. Вот еще один проект, который у нас активно развивается на наших ресурсах, и который как раз-то больше подходит для вот машинного глубокого обучения. И этот проект связан с обработкой уже экспериментальных данных в области традиционной биологии. То есть здесь с этой точки зрения все хорошо. Мы для наших радиобиологов создали такую информационную систему, вот, которая позволяет аккумулировать экспериментальные данные. Причем у них идут эксперименты разного вида, да, то есть это облучение животных. В основном, там, мышей, в принципе, есть возможность работать с приматами. Вот, а дальше исследуется уже и срезы головного мозга этих бедных свирушек, и вообще говоря, оцениваются их коллективные особенности после обучения. И мы вот собрали вот эти все вещи воедино и сделали для них систему, которая позволяет, как бы, анализировать многие аспекты вот этих экспериментов, да, с разных сторон. В основном, здесь, конечно, используются методы компьютерного зрения, да, потому что при помощи вот этого распознавания там отсекаются, грубо говоря, отличаются больные клетки, пораженных клеток. Если у них, правда, не было, нет картинок с лабиринтами, когда там мышка бегает и там останавливается где-то в специальных там норках, это тоже оценивается, да, и смотрится нарушение, так сказать, нервной деятельности. Вот, вообще говоря, на основе всех этих исследований нашей биологии пришли к неутешительным выводам, что человек до Марса, во всяком случае, живым и здоровым, просто не долетит. Да. Ну вот, мы тоже вместе вкладываем, так сказать, со своими усилительными ресурсами и технологиями в такой вот вывод. Печальный. Вот одно из направлений, которое у нас стало развиваться активно с прошлого года, это квантовые вычисления. В основном это связано было, конечно, с задачей, которая вот пришла из лаборатории галерных реакций, связанная она с синтезом уже атомов с протяжелых элементов, в частности, с массовым элементом. Ну и задача, которая там была поставлена, вот ответить на такой вопрос, а насколько долго, вообще говоря, сохраняются технические закономерности, которые там были открыты Дмитрию Ивановичу и неделе, да, то есть насколько вот таблицу можно продолжить. Было такое подозрение, что 118 элемент, то он уже как бы не подчиняется этим закономерностям, то есть он, по идее, должен быть как бы инертным газом. Но было такое подозрение, что это уже не инертный газ, а некий такой щелочный элемент. К сожалению, сам по себе 118 элемент живет очень мало, там порядка 10-3 секунды, то есть там по большому счету не успевает выстроиться вся вот электронная, электронная оболочка, сюда перейти в основном состоянии, поэтому, ну, как бы экспериментально проверить, вообще говоря, нельзя, а вот именно с химической точки зрения, поэтому тут осталось вот такое теоретическое моделирование. Ну и вот один из как бы методов и подходов, которые предполагается применить, это как раз квантовый компьютинг, потому что опять-таки традиционные расчеты, молекулярные динамики для такой сложной электронной системы, они уже действительно крайне ресурсоемкие. Есть такая надежда, что вот именно квантовые вычисления позволят решить эту задачу как-то наиболее быстро и с меньшим количеством, вообще говоря, непосредственно самих вычислительных ресурсов. Вот у нас, наша лаборатория, вот начальник, вообще говоря, квантовых вычислений был. Владимир Петрович Герц, вот, к сожалению, у нас покинул, вот, тем не менее, работа, которую он начал, они, вообще говоря, продолжаются, вот с нашей стороны, со стороны нашей группы, поддержка им осуществляется посредством выделения, ну и, соответственно, ресурсов соответствующего программного обеспечения, в первую очередь, оценок квантовых симуляторов. Вот, те квантовые компьютеры, которые сейчас реализованы в мире чисто хардваром, они, конечно, пока далеки от того, что там вообще считать что-то реальное, да, вот, я имею в виду реально именно в области физики, да, поэтому, вот, очень широко используются разные квантовые симуляторы, вот, у нас, например, один из таких, которые мы используем, это квантовый симулятор Quest, мы его взяли, потому что он может считать, в принципе, на всех доступных вычислительных архитектурах, он достаточно хорошо масштабируется, есть реализация, пи-реализация его, и вот мы, вот, тут представлен алгоритм квантовый, да, это был разработан в компании Google, мы его использовали, конечно, не для расчета, да, там электронных оболочек, мы как раз использовали его для тестирования совершенно вот разных вычислительных архитектур, вот, ну и вот тут, вот, на верхнем, как бы, зеленая полоска, да, это сколько мы смогли достичь на наших ресурсах, 31 кубит мы смогли смоделировать на, вот, наших вольтах, вот, ну и видно, что, как нарастает использование памяти, да, то есть, 31 кубит еще влез, а уже дальше все вылетает за рамки памяти, которые есть на карте, это связано с тем, что у вас вот это вот квантовое пространство, пространство кубитов, оно должно постоянно храниться в оперативной памяти, чтобы вы могли вот эти вот преобразования над этим пространством, квантовое, там, гейты реализовывать, да, то есть, именно с этим связан вот такой большой объем, при этом, он, значит, нарастает стремительно, и при этом тогда даже у вас, если, грубо говоря, 31 кубит, он влезает, да, вот, память, например, какого устройства, ну, вы уже практически никакие операции с этой матрицы сделать не сможете, потому что там вот не хватает уже, грубо говоря, регистров на это дело, ну, вот здесь вот тоже приведено сравнение различных ускорителей, значит, вот зелененький, это вот Tesla A100, вот, ну, совсем старенький, K80 и V100, ну, вот, видно, что, конечно, в итоге, когда у вас кубит уже много, вам, конечно же, лучше использовать A100, ну, в принципе, и V100 оно еще, как бы, еще пока в тиме, да, вот здесь уже был использован вычислительный, но использовалась память, находящаяся на взглях при помощи технологий OpenMP, соответственно, для разного числа и кубитов, и для разного числа гейтов, которые задействованы в схеме, ну, и здесь вот видите время, время, которое требовалось для, вообще говоря, расчета, да, в секундах, то есть, когда у вас порядка 31 кубит, да, и вы используете максимум 20 гейтов в схеме, то у вас уже операция занимает свыше тысячи секунд. На самом деле, это тестовые задачи, они, конечно, ничего общего пока вот с реальностью не имеют, да, для того, чтобы действительно смоделировать электронные оболочки, там электронные оболочки всех тяжелых элементов, ну, по нашей оценке, там требуется свыше 100, грубо говоря, кубит, пока мы такое количество достигнуть не можем. Вот, ну вот, возвращаясь к нашему, нашему суперкомпьютеру, да, вот здесь просто представлено количество пользователей и распределение по группам пользователей, да, то есть сейчас у нас зарегистрировано, зарегистрировано на машине 517 человек, вот здесь также вот такая статистика по лабораториям, да, вот сколько там всего людей, да, ну, понятно, что очень много из, грубо говоря, вот их, да, там 35 процентов, вот, но в том числе у нас есть пользователи и стран-участниц, то есть вообще это самое оботребование использования нашей системы, это то, что все пользователи должны работать в рамках ПТПО УИА, то есть у нас, по сути, как бы нет не то, что сторонних организаций, да, у нас нет проектов, которые не связаны с деятельностью УИА, лучше так сказать, вот, ну и при этом понятно, что ресурсов, вообще говоря, катастрофически не хватает, что, как бы, естественно, но вот здесь вот распределение ресурсов по группам пользователей, да, то есть там больше половины занимают семенами любвиные теоретики, вот, ну, это ЦПУ часть, да, там, с ГПУ частью, еще больше процента они используют, это связано как раз с туда расчетами в рамках квантовой хромодинамики, вот, ну, здесь также небольшая статистика по работам, которые у нас были опубликованы за, вот, с 18 года, да, ну, по сути, там, сведения первой очереди, да, вот, ну, там порядка 103 публикации, причем теоретики стараются опубликоваться, естественно, там, в журналах В1 и В2 сейчас вроде как-то отменено, да, но тем не менее, то есть вообще было там в Маликоле 55 работ по, если говорить по российским суперкомпьютерам, которые находятся в том числе как бы в научном использовании, да, включая Романосов 2, это очень такой хороший результат, такое количество публикаций в таких вот престижных журналах, да, ну, даже, в общем, в общем, впереди планеты всей, так скажем, вот, плюс у нас было опубликовано с 18 года две работы в ныть, ну, работы были выполнены вот на ресурсах наших, вот, на ресурсах, вот, собственно говоря, наших, на наших ресурсах, да, вот, ну, как я уже упоминал, у нас очень большая образовательная программа, мы обучаем не только там технологиям параллельного программирования, но еще там работы с разными пакетами, сейчас у нас активно еще добавилось обучение в области искусственного интеллекта, ну, непосредственно методом машинного и глубокого обучения, то есть у нас очень тесная кооперация с нашим местным соответственным университетом, значит, ну, помимо всего прочего, мы очень еще, ну, так называемым гибридным технологиям, да, это, например, MPI плюс CUDA, MPI, там, плюс OpenMP, то, плюс OpenMP и так дальше, вот, и для этой цели, для того, чтобы вот как-то повысить эффективность уже этого процесса образовательного, у нас были созданы различные полигоны на нашей платформе, вот, в том числе, вот, такие вот, такой вот полигон MLHPC, экосистема, вот, они немножко даже более, как сказать, шире, это не просто учебные платформы, то есть там обучающиеся и сотрудники и вообще говоря, могут создавать свое ПО, А расчеты, вообще говоря, проводить на Говоруне, то есть вы разрабатываете в рамках этой системы, ну, а дальше задачу непосредственно запускаете уже на ресурсах Говоруна. Ну, и вот, в связи там с пандемией и прочим, мы стали уже снимать видео, да, то есть у нас не только, грубо говоря, там, мощные лекции, дистанционные лекции, но также на нашем сайте вот нужно найти видео по обучению различным технологиям, ну, в том числе, по обучению того, как работать на нашем суперкомпьютере. Вот, вот этот слайд, он такой немножко печальный, это наши планы на этот год. Значит, мы планировали, вообще говоря, расширить, расширить нашу машину специализированную в его слами, которые должны были быть нацелены как раз на квантовые вычисления. также мы планировали, планировали расширить этот даус, про который я рассказывал, ну, и, соответственно, доработать нашу атехническую систему обработки и хранения данных. Вот, к сожалению, сейчас из-за основного логистических проблем вот эта программа, намеченная на этот год у нас, в общем-то, уже срывается, да, то есть мы планировали, что все это у нас будет к марту месяца, но вот уже сейчас у нас сроки сдвинулись, сроки сдвинулись уже на ноябрь, тем не менее, мы ожидаем, что все это как бы закончится, закончится все-таки позитивно, и тогда наша машина получит еще дополнительные новые качества, и в том числе мы сможем, скажем так, эффективно решать задачи, которые пока еще у нас решаются, решаются не очень хорошо, но вот в первую очередь это, конечно, касается квантовых симуляторов, то есть мы планировали, что в этом году мы сможем что-то такое помоделировать более такое вменяемое. Вот еще один проект, который мы запустили в прошлом году, который также является, вообще говоря, для нас это, для нас очень важным, это проект по объединению суперкомпьютеров. На самом деле, сама по себе вот эта идея объединять суперкомпьютеры, она уже довольно-то как-то вот давно бродит по мире HPC, да, то есть вот есть удачный пример от грид-технологий, которые объединяют грид-кластеры. Вот, на самом деле, между грид-кластерами и суперкомпьютерами там есть принципиальная разница, вот, потому что грид-кластер это у вас с вычислительной точки зрения слабосвязанная система, это не, на грид-кластерах вы не сможете считать вот именно, грубо говоря, API-приложение, да, вот так, по-простому. Вот, на суперкомпьютерах все с точностью наоборот, да, то есть грид, он слабо связан внутри, но сильно связан снаружи, да, благодаря гридовскому программному обеспечению. То есть у вас сильная связь между вычислительными элементами внутри, но практически связь, отсутствующая между различными суперкомпьютерами. И вот в прошлом году мы вышли на какую-то такую уже практическую реализацию, такую вот идею, и вот здесь представители трех вычислительных центров, это Владимир Васильевич, который представляет нашу лабораторию, значит, ректор пилитехнического Петербургского университета и директор МСЦРАН суперкомпьютерного центра. Собственно говоря, мы стали объединять вот эти вот три системы, три суперкомпьютера, они все были в свое время установлены как раз РСК, компания РСК, то есть с точки зрения внутреннего как бы хардварного обеспечения, внутреннего сетевого обеспечения, системы очень близки, поэтому мы решили как-то вот изначально сосредоточиться именно на ней, да, чтобы еще не отвлекаться вот на такие вещи, как гетерогенность железа, да, и плюс нас сейчас в России и сеть, ну точнее она как и раньше была, сейчас она стала как-то интенсивно развиваться, это сеть НИКС, которая предназначена именно для научных расчетов, вот. Сейчас мы как бы уже сделали, видите, такой рабочий прототип, между тремя нашими центрами, действительно стали объединены некую такую единую структуру, ну и плюс мы при разработке этого прототипа уже как бы заложили некие такие вот основы для подключения других вычислительных центров, даже тех, которые НИКСом не объединены. Вот, ну и первая задача, которую мы на вот этой вот инфраструктуре попробовали, это была именно задача для НИКИ, генерация и реконструкция событий. вообще, в принципе, зачем оно нужно, это объединение, да, чтобы повысить эффективность утилизации ресурсов именно локально, да, потому что, например, в каком-то из центров, ну, как-то там простой, да, он может вот эти вот ресурсы выделить там, как бы в общее использование, ну, соответствующие, другие центры, у которых наоборот есть дефицит этих самых ресурсов, ну, может вот вот этой оказией воспользоваться, да, и уменьшить очередь своих задач, да, ну, для нас, для Горуна, это вообще очень актуальная тема, потому что, как вы видели, пользователей у нас очень много, ресурсов мало, поэтому мы одни из первых, кто заинтересован в развитии вот такой вот объединения. Вот, ну, и вот здесь мы такую картинку даем, это некий такой вот, как бы такой вот виртуальный эксперимент IPD, да, ну, даже можно сказать цифровой двойник этого самого эксперимента, да, то есть вот в МСЦ и в политехе осуществлялась как раз генерация данных, вот, дальше эти данные при помощи сети NX сливались к нам на Горуна, и здесь уже осуществлялась, ну, дальнейший, дальнейший, так сказать, процессинг, вот, ну, вот здесь вот некая демонстрация всего этого дела, вот она, правда, началась не сначала, то есть вот на центральной картинке это действительно, можно сказать, в прямом смысле слова цифровой двойник эксперимента IPD, то есть это реальное, грубо говоря, моделирование IPD, как он должен быть, вот, если может быть, удастся запустить, запустить, начнем, да, ну и вот, здесь вот как бы сам запуск самого процесса, да, слева и справа это, соответственно, по меню мониторингу, то есть мы следим за тем, как запускаются задачи, как они там записываются, грубо говоря, на локальные системы хранения, вот, дальше там идет передача данных, и вот эти вот, грубо говоря, вот этот взрыв, да, это, это уже то, что считается у нас здесь на Говоруне, да, это вот и есть результат вот этих вот, сейчас, начало, вот результат того, что происходит, ну, точнее, будет происходить в реакторной зоне самого ускорителя, то есть это действительно реальные, ну, как сказать, реальные модельные данные, вот почему-то, да, да, не пока, ну, вот сейчас вот, тут, значит, процесса, да, данные сейчас придут на Говоруна, и уже начнется вот их обработка и вот эта визуализация, вот эта вот вся система сама по себе называется или дисплей, то есть дисплей, дисплей событий, которые будут происходить на Ниге, ну, непосредственно вот эта вот картинка была там построена по трем тысячам задачи, задачам, которые были запущены в МСЦ и в Питере, ну, и, соответственно, вот этим трем тысячам задач там соответствуют приблизительно три миллиона событий, то есть три миллиона столкновений и вот вот этих дальше, вот этих вот треков, которые, собственно говоря, разлетаются уже. Вот, ну, собственно, вот на этом у меня как бы все. Спасибо за внимание. В общем, рассказал все, что знал. Так что, если у вас есть вопросы, то спрашивайте. Большое спасибо, Дмитрий Владимирович. Для меня это был очень интересный доклад. Я думаю, что коллеги сейчас зададут какие-то вопросы, но если позволите, я вначале скажу несколько слов о наших давних и плотных связи с Объединенным Институтом Ядерных Исследований, конкретно с Лабораторией Информационных Технологий. Университет Дружбы Народов год тому назад подписал такое широкое соглашение о сотрудничестве стратегическом, поддерживаются учебно-научные связи. И если вы заинтересуетесь более плотным участием в деятельности этого суперкомпьютерного центра, этого проекта Мегасайенс, то вы можете обращаться впоследствии к Дивакову Дмитрию Владимировичу, который осуществляет такую оперативную связь с Лабораторией Информационных Технологий и с Объединенным Институтом. А пока, учитывая этот фактор, я думаю, вы можете задать вопросы более пристально Дмитрию Владимировичу о том, о чем он рассказывал и о чем он не успел рассказать. А рассказ действительно очень интересный для меня лично очень. Спасибо большое. Какие вопросы, господа товарищи? У Дивакова Дмитрия Валентиновича есть один вопрос. Да, конечно. Да. Дмитрий Владимирович, у меня вопрос такой наивный. Может быть, вы в паре буквально предложение опишите, а чем отличается программирование суперкомпьютерное от обычного, так скажем, бытового программирования, к которому мы все привыкли? На персональном компьютере? Ну да. Ну, в реальности оно отличается масштабом тех вычислительных ресурсов, которые вы хотите использовать. То есть, иногда расчеты на одном ядре и расчеты на тысяч ядрах отличаются. Не всегда программные и даже алгоритмы допускают такого масштабирования на самом деле. То есть, если у вас на бытовом компьютере четыре ядра и вы пишете параллельно программу используемую, например, OpenMP, и хотите задействовать уже тысячи вычислительных ядер, которые подразумевают, что вы используете соответственно какое-то количество вычислительных узлов, то вам уже без, например, технологии MPI не обойтись. Чтобы повысить эффективность, вы еще должны использовать MPI плюс OpenMP и выбрать логовитм так, чтобы он локально на одном узле считал хорошо и на всей совокупности узлов считал хорошо. Тут есть действительно своя специфика, которая отличает программирование на, грубо говоря, десктопе или на ноутбуке от программирования на суперкомпьютере. Это, на самом деле, одна из больших проблем. Всегда про это очень хорошо рассказывает как раз Ивозин, который пытается внедрить даже вот такую культуру программирования для суперкомпьютеров. Вот так вот. Понятно. И если можно, второй тоже короткий и, скорее всего, тоже наивный вопрос. Вы вот здесь рассказывали про несколько задач, про задачу с квантовыми вычислениями, про задачу с мышками, которую я вчера слушал, тоже очень понравилось. Может быть, вы скажете на какие, собственно, языки программирования либо какие-нибудь системы, может быть, компьютерной алгебре вот у вас конкретно в ходу. Чем пользуетесь? Ох, слушайте, у нас очень широкий спектр. Я вам даже так сходу не отвечу. На самом деле мы ставим программное обеспечение по требованию пользователей. То есть количество пакетов, которые у нас стоят, ну, в общем, даже секции. Вот. Ну, там порядка 30 больших пакетов, да, включая в том числе такие массивные пакеты для инженерных расчетов, да, типа там, консола. Вот в рамках этого консола вообще можете запрограммировать в принципе всю нику от процесса, грубо говоря, непосредственно ускорительного кольца до процесса столкновения частицами. Ну, то есть вот каких-то таких предпочтительных нет, да, то есть разные группы пользователей предпочитают использовать какой-то свой набор для молекулярной динамик, тот же гром. очень много всяких разных. Там есть специальные пакеты для, например, расчета наночастиц всевозможных, электродинамические пакеты, тот же Максвелл, ну, в общем, как-то, я тут даже как-то за другие сказали. Вот, что касается биологов, то здесь мы им пишем, грубо говоря, свой собственный по большей части софт, да, то есть мы сами выбираем меры в сетевые архитектуры, мы сами их обучаем, дальше уже передаем биологам, чтобы они, ну, собственно говоря, использовали для анализа вот этих своих там изображений, или там, для анализа видео. Вот, пишется это все на питоне, да, питон в последнее время становится таким вот, ну, очень популярным языком. Ну, естественно, там, C++, ну, и, как бы, и Фортран, тоже, никто не забывает, теоретики, многие используют Фортран, мы поддерживаем вообще все фортранские компиляторы, там, с первых компиляторов, которые только появились, появились, кстати, в ЦЕРН, в общем, говоря, у нас это все есть, все библиотицы. Все, понял, услышал, большое спасибо. Еще кто-то хочет поучаствовать? После докладного обсуждения. Леонид Антонович, это Константин Евгеньевич, ну, вот я хочу просто сказать большое спасибо Дмитрию, да, я внимательно слушал доклад, а я заведующий кафедры, Дмитрий, добрый день, Самулов Константин Евгеньевич, большое вам спасибо, что вы нас просвещаете, у нас, мы понимаем в целом вопросы, но мы редко пользуемся, но вы нам помогаете всегда находиться на должном уровне, в том числе нашим студентам, аспирантам. Я вот Институт прикладной математики и телекоммуникации Рудена от кафедры вместе с Леонидом Антоновичем, ну, выражаю вам огромную признательность за очень интересный доклад. Большое спасибо. Спасибо. Замечательно. Если остальные присутствующие не горят желанием задать вопросы сразу, то тем не менее, Дмитрий Владимирович, можно будет потом попользоваться этой презентацией, возможно, мы как-то кулуарно обсудим и в дальнейшем зададим какие-то вопросы вам и вашим товарищам. Можно будет оставить эту презентацию для нас? Да, конечно, оставим. Дмитрий Валентинович, получишь потом каким-то образом, хорошо? Да, напишу напоминалку сразу. Да, а для тех молодых людей, которые присутствуют, должен сказать, что, к сожалению, вы пропустили, вчера был замечательный день сессии секции высокопроизводительных вычислений, где выступали около десяти докладов было представлено от лаборатории информационных технологий. Естественно, авторов порядка тридцати человек этого цикла докладов, а как раз одна из тем была затронута Дмитрием Владимировичем сегодня. Ну и я скажу, что где-то через месяц у нас сделает доклад один из ведущих сотрудников лаборатории, заместитель директора, академик Чулун Батар. Вот, если следите за выступлением, за объявлением, вы можете. Да, Чулун Батар, он очень активный наш пользователь, я думаю, он там тоже рассказывает. Монголия находится на третьем-четвертом месте по использованию суперкомпьютера. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Дмитрий, огромное спасибо. Спасибо, Леонид Антонович, спасибо всем слушателям. Да, всем друзьям из ЛИТа привет большой. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.